Всем привет! Сегодня новый день, я начинаю новое путешествие. Еду я автостопом в Найчанг с Хошимина, посмотрим, как будут стопиться машины. Ну и может кто-нибудь по пути интересно найти. Хочу, короче, море. Вот пойма. Ремотик меня вывез из города. Первый скутер. Вообще прекрасно. Вторая машина, это был микроавтобус. Он был платный, но я им предупредил, что у меня нет денег, поэтому они пустили меня бесплатно. Третью машину я словил уже семью, которая меня, в принципе, и привезла большую часть дороги. И даже еще меня и накормили. Мне осталось уже проехать 100 километров, но уже стало темнеть и сложно было найти и словить машину. Я теперь еду на микроавтобусе. Такой прикольный. Слип бас. И последний из 100 километров я проехал на Слип басе, который мне обошелся в 3 доллара. Ну, значит, я добрался до Найчанга. Только мне еще идти аж 15... Нет, не 15, 10 километров. До места встречи с ребятами здесь находится Даша, у которой я жил в Таиланде. Вот. И также еще сюда приехал Витя с Китаем, поэтому он тоже здесь. Так что мы встретимся и еще пообщаемся. Там же и находится где-то мой рядом хостел. Даже мне не пришлось идти в итоге 10 километров от друзей. Я словил скутер и какой-то парень там, студент подвез меня прямо от моих друзей. Найчанг. По сравнению с Индонезией, конечно, пляжи Вьетнама просто чистейшие. Вот такая центральная улица, набережная. С небольшим небоскребом сказали, что она была застроена примерно года 2 или 3 назад. Много надписей рекламных написано на русском. Даже сейчас вы слышите, говорит уже на русском. Какая-то чувиха завлекает чего-то, кого-то. И там он небольшой склав дым, если вам видно. По внешней оценке, я бы сказал, что это та же Паттайя. Только вместо тайцев и там все. Много русских, зажравшихся русских, любящих очень много. Ну и все, валяются просто тупо на пляже. Тут я понимаю, пляж по кайфу. А тут, там вообще пиздец, сборище русских. И прямо чувствуют это, это быдло-патья. Вьетнам однозначно чище, чем Таиланд. Но единственное, что люди все-таки в Тае гораздо приятнее, были улыбчивые. Ну и добраться до Тая все-таки проще. Хоть, в принципе, перелет тоже, как бы, здесь не сильно затруднется, чуть дороже. Все, что вид там рулит. Я познакомился с русским туристом Валерой. И мы уже на скутере вместе с ним поехали кататься по городу. Пиздец, да? Да. Нет слова. Пиздец. Смотри, какой кусок. Ты разворот проебался? Там не было разворотов. Давай еще раз говори. Всем привет, отдыхаем во Вьетнаме. Поехали в парк Горького. Все ништяк. Здесь есть парк Горького. Да, это замутил команду. Приотместно, помним?! Ура, а пitect, не пузырь visionы. Ой, песня. Сعا daaaa Здесь народ средств Не хочет озв broadly аляются Андрей Когда смотришь на русских девушек, которые приехали на отдых, они берут с собой туфли, а рядом с ним парень, который просто шлёпался, одет их шлёпаться и шлёпаться. Это всё очень забавно.